Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере вроде на роли плей, центральный округ. Мы у них здесь Кирилл Путболов, и не забывайте видеть мы у них регистрации. Так, сегодня появилась какая-то непонутная идея, я решил протестить машины, какие есть в аренде. Короче, есть бизнес, такой аренда машин, и там продаются, точнее, можно арендовать разные автомобили. И я решил, почему бы их не протестировать. Несколько, так сказать, машин, но для этого, блин, я не знаю даже, вот это получается у нас Приморск, и здесь есть два вида автомобиля. Это Четырка и Volkswagen Juke. Блядь, ну, Жук это пиздец, я не знаю, блядь, кто... Кто вообще когда-то купит эту машину? Разве какая-то девушка, блядь, ну, чтоб пацан себе купил вот такой Жук, это, блядь, сильно. Это реально, блядь, сильно. Ну, ладно, для этого, не знаю, мне ХП-шку как... А как можно ХП-шку пополнить? Я забыл. Хм... Должен в больницу ехать. Ну, давайте, может, съездим сейчас. Арендую какую-то машину, заодно будем тестировать, дойдем до больницы, я сдохну, наверное, и все будет заебись. Ну что ж, погнали. Так, теперь осталось выбрать машину, какую мы можем арендовать, блядь. Ну, честно говоря, мне интересен именно вот этот Жук. Я так понял, что в каждой аренде машин, машины все разные, поэтому давайте возьмем Жука и попробуем его затестировать. Да, конечно, будет затратная серийка малеха, ну, похуй, 20 тысяч аренда. Для вас, пацаны, ничего не жалко. Я думаю, это будет интересно. Сейчас замерим максималочку, кстати, у каждой машины, чтобы, если вы будете арендовывать ее, чтобы вы знали, какая машина быстрее, и какую машину я вам посоветую, короче, брать. Ну, это сейчас Приморск проверим, потом уже проверим другие, так сказать, аренды. Ну, Варзамас, наверное, проверим. Вьюшки, не знаю, наверное, не будем проверять. Ну, хуй знает, пацаны, вообще идея такая бредовая, на самом деле, но, блядь, я думаю, это будет интересно, короче, блядь. Просто, видите на эту жопу, такая унылая, смотрите на эти фары, просто. Кому-то, он кому-то, блядь, не знаю. Блин, как вам объяснить? Кому-то, блядь, его сейчас на смерть везут, или что. Видите, жопа реально кому-то морда на морду похожа, кому-то, блядь, его сейчас едут под пресс просто ложить эту машину, она так грустит. Пиздец. Ну, Жук, конечно, это такая специфическая машина, но именно старый Жук, Фольксваген Жук, может, там еще острили, когда-то фильм там был, типа, про вот такую же машину, только старую, типа, живая машина там. Может быть, вы смотрели, не помню, как называется. Вот он симпатичный, а вот это мне что-то вообще такое, блядь. Вот реально, его цвет соответствует этой машине, серьезно. Света хомна. Ну, это личное мнение, но я не знаю, для девушки, возможно, ну и то, блядь. Какая-то же девушка возьмет эту машину, она просто бээ. Реально, пиздец. Реально, мне эта тачка вообще не нравится. Вообще не нравится, просто. Ладно, поехали в Борику, надо хпшку нашу пополнить. Давайте, не знаю, может, ебать, какой у него, кстати, привод, давайте проверим. Передний привод, пацаны, блядь, ну это хуёво. Давайте сейчас, наверное, проверим максималочку. Замерим. Я еще себе запишу, наверное. Как-то. Я знаю, как записать. В принципе, да. Так. Жук у нас едет. Хуя себе, блядь. Что-то жук валит, пацаны. 176. Да, ну, 175. 175 едет жук. Пишем 175. Жук. И просто берем и копируем. Все. И едем теперь в больничку. Ну, конечно, жестко, блин. 175. Бля, нихуя так едет, я вам скажу. Так, здесь у нас есть только запорожца. Ну, блин. Запорожца, я думаю, нет смысла проверять, потому что и так понятно, что он медленный. А вот там еще четырка есть в Приморске. Это будет интересно. Конечно, да, жук это, типа, иномарка. Но все же посмотрим, что нам покажет четырка. Так, пойди, я не знаю, как, кстати, аренду, типа, там. Наверное, он ренд, скорее всего. Так, нужно себе... Да я понял, что ты имеешь бегать. Давай, поднимай свою, блядь, голову и пиздуй, блядь, к чекпоинту. Да. Пацаны, кстати, не забывайте ставить лайки. Так, нет, стоп. Стоп, не сюда, вот. А, да. Пройти лечение, да. Все. Не забывайте ставить лайки обязательно, чтобы я видел, что вам нравится Родина там. И почаще, может, видосики буду выпускать. Поэтому не забывайте про лайки и вводить мой ник при регистрации. Так, все, я окончил свое лечение. Поэтому можем идти дальше. Да, она поменяла цвет, это нормально, если что. Так, заводим наш двигатель, короче. Ну, не знаю, блин, внешне, если вы рассмотрите эту машину, это полное говно. Реально. Четырка по сравнению с этой машиной смотрится симпатичнее. Как бы, ну, насчет управления, ну, такое себе. Ну, такая непонятная, такая валкая, что-то. Точнее, не валкая, а такая туповатая, туповатая какая-то машина. Передний привод. Банка, блядь, я ебу, какая, конечно. Давайте, наверное, вместо этой тачки возьмем, попробуем запорожец. Блядь, ебаный Порш. Сука, ебаный, блядь. Так, а ну, если пописать UNRENT, UNRENT, так, как отказаться от аренды машины. Вот, мне просто интересно, я хочу, что жук возьмем и на нем доедем, короче, так. Сейчас мне, может, скажет команду, либо нельзя отказаться. Так, UNRENT CAR, а, UNRENT CAR. UNRENT CAR, о, спасибки, админки. Так, берем запорожец, чисто так, знаете, по фану проверим его. 10 тысяч он стоит, ну, ладно, так, аренда стоит 10 тысяч. А жук нас стоил 20 тысяч. Посмотрим сейчас, сколько есть запорожец. Есть ли смысл, даже запорожец мне на самом деле больше нравится. Вот, этот запорожец называется ушастик. Мне он как-то больше нравится, у него, блядь, вообще двойной выхлоп, просто гонка, блядь. Так, послушаем, сколько он едет, 122 километра. Давайте запишем, я думаю, ЗАЗы. А, так, 122 километра ЗАЗы. Так, и копируем это, все, и поехали. Теперь прокатимся на нем, ну, 120 километров, да, он вялый пипец просто, он реально вялый. Но, это задний привод, пацаны, вы можете делать реально бернаут на нем. Ёптву, налево на запорожец, можно делать бернаут. Реально, я все запорожки тоже купил, конечно, но он, наверное, стоит тысяч, блядь, не знаю даже сколько, тысяч 50, наверное. Ну, блядь, 100 максимум. По-любому он стоит, поэтому... Можно, в принципе, его брать как первую машину, хотя он едет 22 километра. Хотя я на сервере, кстати, мало запорожец видел, вообще мало. Поэтому я без понятия. Да, выкинь меня с машины еще, блядь. Ммм, классно, блядь. Охуенно, то, что ты у меня пытаешься машину спиздить. Так, сзади у нас там опасные ребята, тем более у меня машина еще ихнего цвета, могут за своего принять. Блядь, что-то мне это не нравится, давайте, я думаю, их пропустим, а то за нами едут бандюганы, блядь. Тем более их там две машины, они, походу, на капт едут. Что-то запорожецы от них просто уезжают, кстати, нормально. Не, ну, в принципе, 120 для него нормально, я считаю, нормально, в принципе, передвигаться на нем. Это лучше, чем, там, инвалидка, та же самая, как едет. Блядь, не знаю, сколько едет, здесь, видите, скорости просто другие, как бы, более сделаны к реальности, а не как на других проектах. Ну, поняли, за какой я проект говорю. Здесь более скорость сделана к реальности. Как бы, запорожец, хуй, блядь, когда-то в жизни поедет 120, мне кажется. Хотя, если с горочки, то, может быть, и поедет. Ну, ладно. Давай сейчас поедем, возьмем четырку и уже протестим ее. Бля, опасно, конечно, ребята, поехали на мясовозке. Ну, ладно. Все, погнали за четырочкой. Запорожец неплохой, конечно, и аренда его стоит дешевле на сам 10 тысяч. Но аренду, типа, каждый владелец ставит сам, сколько он хочет. Поэтому я хуй знает, на самом деле. Ну, вот если бы я убирал либо жук, либо запорожец, я бы, на самом деле, запорожец выбрал бы, потому что жук сильно бабский и вообще мне он не нравится внешне, от него реально просто тошнит. Это лично мое мнение. Но вы пишите в комментариях, что бы вы выбрали. Так, я доехал, блин, и я обнаружил то, что я, блядь, черрон не заглушил. Вот это я, блядь, мажор, блядь. Я понимаю, что у меня черрон, но, блядь, бензин дорогой. Алло. 17 литров, блядь, заебись. Так, глушим, глушим, глушим. Так, берем, наверное, вишневую четырку. Сколько ее аренда стоит? Наверное, тоже 23, скорее всего. Ну, да, 23. Сейчас посмотрим, что она может. Конечно, можно было бы их погнать на фронт. Ну, пацаны, это сильно будет долгая серия. Но, если вы хотите... Блядь, икота, ебаная. Если вы хотите, то я могу этим заняться, в принципе. Так, ну, четырка у нас какого привода? Задний привод, хотя в реальной жизни это передний привод. Ну, ладно. Так, задний привод, хорошо. Хорошо, так, давайте выключим чат пока что. Окей, сейчас давайте проверим ее максималочку. Аренда стоит так само, как и... В южном, по-моему, там даже мотоциклы есть. Но мотоциклы, не знаю. Блин, это вообще такая спонтанная у меня идея какая-то появилась. Дебильная, вот, протестить машину аренды. Если вам это реально понравится. Если здесь будет, ну, хотя бы, блин, лайков, наверное, 30-50. То я протестирую еще все машины, получается, в южном. И мотоциклы в том числе. Так, давайте разгоним ее. Так, 150, 150. Блядь, вы серьезно? Ну, короче, стабильно, если так смотреть, то она едет, ну, 150, ладно. Ну, да, 150, она так более-менее стабильно едет. Ну, 155 максималка. Ладно, 155. Окей, смотрим. 21, так, 155, 21, 14. И мы понимаем, блядь, что жук едет почти что на 20... А, ну и так, на 20 километров быстрее. Жук, этот кусок дерьма, едет на 20 километров быстрее. Блядь, это пиздец. Это просто разрыв моего мозга. Вот сейчас я даже не знаю, что убирать. Конечно, Запорожец медленнее всех, это понятно. Четырка едет 155. Внешне она красивая. Но, если убирать из всех быстрых машин, то получается жук. Блядь, жук быстрее всех. Это пиздец. Жук. Вот эта маленькая букашка уродливая. Быстрее всех пока что. Я не знаю, что там в аренде находится в этом. Блядь, в южном. Хотя, блин, я недавно там был, но я что-то не помню. Я помню, что там есть два ежа, а остальные машины я что-то вообще не помню. Кстати, вот у нас появилась Рено-шка. Давайте ее протестим. Реально, давайте ее протестим. Мне просто реально интересно, блин. Так, давайте я вот сохраню сейчас. Да, я сохранил. Все, да. Так, пишем вот такую вот команду. И берем сейчас вот эту машину. Надеюсь, она не кем-то не арендована. Тридцать, блядь, его тысяч. Блядь, ну это пиздец. Ладно, блядь. Че, пацаны, блядь, сто тысяч слить за серию? Ну такое. Так. Это уже более-менее, пацаны, иномарочка получается. Ну, блядь, и стоит аренда ее тридцать тысяч, понимаете? Среди всех машин, что мы протестили, это получается у нас жук. Уродливый. Запорожец. И четырка. Среди всех этих машин, вот это уже больше смахают на нормальную такую машину и на марочку. Потому что жук мне внешне нравится. Давайте посмотрим на ее максималку. Так, что... О, неплохо, неплохо. Так. Блядь, ну не гоните беса. 165. Блядь, Рено, сука. Я думал, ты порвешь. Ёб твою... Понимаете, Рено медленнее, чем жук. Вот. Давайте запишем. Рено, сколько? Блядь, что-то 165 же, да? Так, давайте я еще раз проеду. Чтобы точно уже понять, сколько она есть. 165, ну да, разогнали? Блядь. Ну, блядь, как жук быстрее всех. Вы серьезно? Рено 165. Да. Просто мне лень интереса телефона. Блядь, вы понимаете, просто... Рено медленнее, чем жук. Не, ну понятно, Volkswagen и Рено это, блядь, немец и... Хуй его знает шо, короче. Конечно, да. Ну, блин. Получается, по цене выгодно все равно брать жук. Потому что Рено дороже, но, повторюсь, все равно, это владельцы сами сцены выставляют. Запорожье смедленное и стоит дешевле. А 4К едет на 20 км медленнее. И аренда стоит, как у Рено. Ой, как у Volkswagen. Получается... Хотя жук и уродливый, но он быстрее всех. И цена у него средненькая такая, получается. Блядь, это разрыв шаблона. Просто... Просто зайдите на этот список. Жук 175. За 122. 4К 155. Рено 165. Все равно жук получается на 10 км быстрее. Понимаете? Жук на 10 км все равно быстрее. И выгоднее брать его, потому что, по сути, дешевле аренда. Ну, именно на десторальном округе, не знаю, как на других серверах. Но аренда именно дешевле. Пацаны, повторюсь, если вам понравится вот эта серийка, вот такой вот подход, то обязательно ставьте лайки. Если будет нормально лайков, там, просмотров, пишите в комментариях, если вы хотите. То мы протестим весь транспорт, получается, в Южном. Потому что вроде бы аренды больше нету нигде. Вроде бы как, поэтому, да. А нет, стоп, вот еще аренда есть. Ну, здесь и так есть и Запорожец, и Рено. По-моему, больше здесь ничего нету. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok